Танк как памятник Танк можно видеть достаточно часто У нас в Новгородской области Это в основном Т-34 Да и в других местах Есть один КВ-1С в Парфинском районе И есть легкий танк Т-70М Вообще эта машина, конечно, интересная Судьба ее достаточно трагичная Поскольку в тот момент, когда он появился Легкие танки уже, в общем-то, были не нужны Скорее были нужны бронетранспортеры Хотя их было выпущено более 3 тысяч Ну, они поражались из любой противотанковой пушки Ну и, кроме того, экипаж из двух человек Где командир выполнял и роль наводчика И заряжающего И должен был командовать Была весьма независима Этот танк форсировал Ильмень по льду Когда началась операция по освобождению Новгорода Это была южная группа войск Генерала Свиклина Льдовая переправа, которая была наведена Саперами Волховского фронта Была рассчитана на 6 тонн Вес этого танка больше И, судя по всему, это и привело к тому Что танк проломил достаточно тонкий лед И ушел под воду Экипаж спасся Они предусмотрели этот момент Что танк может утонуть То есть люки были открыты И командир танка и механик-водитель остались живы Имена их, кстати, так и не выяснены до сих пор Танк благополучно пролежал на дне до 64-го года 23 октября судно-рефрижератор Следовало обычным своим курсам Забрав рыбу у рыбаков И вдруг неожиданно раздался удар И судно село на некое препятствие Кое-как удалось с этого препятствия сползти Место, где сели на мель, было обреховано То есть была вешка поставлена Найти это место труда не составило Ну, естественно, сразу же по приходу в город Капитан судно обратился в судовую инспекцию На следующий день, 24 октября Было выслано специальное судно, кран Там был водолаз Водолаз спустился на дно у этого препятствия И по телефону, там связь была То есть он в тяжелом водолазном снаряжении В трехболтовике, так называемом, погружался Он доложил, что на дне обнаружен танк Он был зацеплен и извлечен из воды На это ушло несколько часов Он был отпуксирован на барже к Кремлю И при помощи двух, по-моему, тракторов Был извлечен на берег После того, как его помыли, почистили от ракушек Он стоял в Кремле с заграновитой палатой И мы в этом танке успешно прогуливали школу Забирались туда Вот и в пролом, и люк снизу И верхний люк, по-моему, насколько я помню, открывался Мы туда залезали, вертели башню Пушку опускали, поднимали В танке было достаточно чисто Стояли два двигателя автомобильных, газовских Нам, подросткам, в то время было очень интересно После того, как он отстоялся какое-то время Заграновитой палатой Его поставили у здания присутствующих мест Ну, а сейчас он занимает свое место у памятника 30-летнего освобождения Новгорода Сейчас он приведен в такой порядок, покрашен По сравнению с количеством 34-ок, которые стоят везде Этот танк, конечно, более редкий И вот эта модификация Т-70М Это ее последняя модификация Ну, в общем, это достаточно редкая машина Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok